всем доброго времени суток итак сегодня мы с вами снова посетим старую территорию автозавода ким мзм а азылка как вы прекрасно узнаете это здание бывшей дирекции завода ким мзм а после 1968 года дирекцию переехала станции метро текстильщики на новую территорию завода а эту часть начал занимать инженерный стал инженерный корпус конструкторский комп корпус как вы помните такую вот надстройку над центральным входом построили после реконструкции завода в конце 60-х итак пройдем внутрь перед нами сейчас бывший сборочный цех завода после 1968 года появился появился вот это вот мозаика и этот вот корпус стал называться корпус шасси а где сейчас находится вот этот шашлычная шаурма там был стенд с почетными тружениками завода перед нами сейчас обратная сторона дирекции бывшей дирекции завода и с правой стороны вот эти вот здание это бывшая опытно-конструкторское бюро завода а вот там вот в углу где здание примыкает сейчас находится представительству уфимских моторных заводов уфимского моторного завода так как это был цех сборки автомобилей потом уже цех шасси то мы сейчас с вами увидим что вот это вот все огромное пространство занимал цех вот этот кирпичная кладка в окнах появилась уже после того как завод окончил свое существование и каким-то чудодейственным образом все оконные рамы исчезли а вот эти вот волнообразные выступы вы конечно догадались для чего и нужны были это был потолок цеха для лучшего освещения рабочего места обратите внимание на размер этого пространства там он в конце этой аллеи ведущая центрального входа мы видим здание в котором готовились к отправке экспортные автомобили москвич там они упаковывались деревянные коробки вернее ящики конечно тут сейчас уже кипит совсем иная жизнь а вот памятник рабочим завода этот памятник был установлен вместо стеллы сталину и вот на памятнике мы видим дату 1930 это день основания год основания завода и вот первые автомобили выпущены на заводе ким это ford а он же газ а сейчас этот памятник венчает логотип некой фирмы и вот у нас сейчас вид от памятника мы к нему стоим сейчас спиной и вот там дали дали у нас центральный въезд на автозавод а это центральная аллея ну вот то что мы видели в мае в июне 2018 этого уже больше нету сейчас у нас абсолютно новые кадры тут была стена одного из цехов но сейчас это вот такая вот красота ну и вот там вот автошкола если вы помните по прошлым видео такое название что-то мне напоминает сегодня вы прям присутствуете на премьере очередная история а а а а а а а а Продолжение следует... 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 знаете такой напоминает наследие великой отечественной войны только вот отбили город у немцев а танки сменили на экскаваторы что-то вещь как завезли интересно что общее количество 2 шар пластиковый диаметр 46 штук это кто-то покидает территорию в ящиках шары гирлянды различного диаметра ну по крайней мере так написано на этих листках ну а там вот уже на снесенной летом территории вот уже дом растет и Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз с вами окинем взглядом центральную аллею Сегодня у нас 11 февраля 2019 года Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это мы с вами сейчас были на втором этаже техно-хола Там уже многие магазины закрываются И здание, насколько я понимаю, готовится к сносу Вот эти все оконные проемы были заложены, как я уже упоминал, в момент банкротства завода Так как все оконные рамы были вынесены Ну и вот у нас в конце улицы это здание опытно-промышленного производства Ну и центральный въезд Ну а вот приблизительно в 40-е годы 20 века на этом месте Осуществлялась погрузка готовой продукции на железнодорожные составы Об этом я как раз рассказывал в дополнение к рассказу о Ким МЗМА ЗЛК 40-е годы Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам большое за просмотр ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА